Тойота, Ниссан, Митсубиши. Там днище кузова начинает ржаветь очень быстро. Я просто обнаружил то, что аукционалисты были подделаны и это будет скандал. Приходит конец мотору, коробке. Они пока машину на вкус не попробуют, сами не потрогают ее, они никогда не купят. Авто приезжают в Владивосток. Машина топлена. Привет нашим зрителям youtube канала. Сегодня мы берем интервью у нашего дилера в Японии, который покупает нам автомобили, отправляет их, занимается всей бумажной кухней, делает переводы. В общем автомобили покупаются под его надзором и вообще все действия в Японии контролирует этот человек. Это Ахмат Валеев. Здравствуйте, Ахмат. Здравствуйте, Сергей. Ахмат, мы приехали к вам в гости позадавать вам вопросы про Японию, про автомобили, про авто тематику в Японии, немножко общих вопросов. Не могли бы вы рассказать сколько вы уже живете в Японии, сколько вы занимаетесь автобизнесом? В Японии я уже проживаю более 13 лет, непосредственно автобизнесом уже более 10 лет. Занимаюсь это с 2008 года. Кстати, читал статистику, за 2007 год из Японии было вывезено вообще автомобили миллион пятьдесят, из них четыреста пятьдесят тысяч на Россию. Тогда Россия вообще, она лидировала. Тридцать процентов Россия покупала? Да, да, да. Тридцать процентов Россия покупала и она была в лидерах. Вот до 2008 года она все время в лидерах шла. То есть 13 лет вы в общем живете и в автобизнесе более десяти лет. Более десяти лет. Как вам вообще Япония? Нравится ли эта страна, менталитет людей, там внутренние какие-то порядки, отношения к работе? Японии, если сказать, что я увлекся Японии до приезда, нельзя такое сказать, но мне очень нравилась литература японская. А именно всевозможные Нобелевские лауреаты, которые у них есть, это Ясунари Кавабата с его «Снежной страной». Очень, очень практически все ее знают. После военное время Япония вырвалась вперед. Экономически, технически, по всем направлениям и занимает по ВВП третье место в мире. Скажите, с чем вы можете связать успех Японии? После войны Япония полностью изменила свое направление. То есть от милитаристских своих целей она отказалась напрочь, можно сказать так, в силу тех принятых правил и законов, и они сосредоточились уже на своей стране. И это, прежде всего, дисциплина и трудолюбие. То есть все то, что сейчас в Японии есть, это заложено теми людьми, которые после войны поднимали страну. Вот этот весь мыльный пузырь, вот этот скачок, бум, который произошел. Сколько вот все здания, которые сейчас имеются, здесь там фирмы, компании и так далее, и так далее, все, что это открывалось, это благодаря тем людям, которые работали тогда. И также тем ученым, которые вели эти разработки. Это не сейчас, не нынешняя молодежь, не нынешнее поколение. А это поколение, которым кому уже может быть 60, 70, 80 лет. Это вот эти люди создавали Японию нынешнюю. То есть секрет в людях. Это секрет в людях, безусловно, дисциплина, приверженность традициям, приверженность традициям, потом все доводить до конца, потому что мастерство, в Японии это совершенство в мелочах. У них вот каждая деталь, во всем она отточена. Вот все сделано. То есть если, скажем, что-то новое разрабатывается, очень много делается, затрачивается в момент разработки. Да, я заметил уже третий раз в Японии. И очень много в мелочах всего продумано, начиная от знаков, разметки каких-то, в технике, в оформлении домов, вообще во всем, по отношению к инвалидам, поручни специальные. В общем, да, ну мелочи очень продуманы в Японии. Во всем мире вот есть более дорогие компании, особенно американские, там Amazon, связанные с IT, Dell. Но именно в сфере электроники и автомобилестроения японцы находятся в топ списках. То есть Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Toyota, Nissan. Почему именно вот такие вот технические компании и вообще технические разработки у Японии вот прям хорошо идут? С моей точки зрения отсутствие натуральных ресурсов в Японии, оно ведет прежде всего к тому, что они вынуждены покупать эти натуральные ресурсы у других стран. Пусть это будет металл, пусть это будет нефтяной продукцией и так далее. Все это нужно использовать. А потом в самой электронике они очень преуспели, наверное, миниатеризация. Это вот именно японская фишка. Даже когда я самый первый, это патенты еще, будучи в России, рассматривал патенты, когда они сделали совсем небольшой пульсомер, который замеряет давление и так далее. Это в виде кольца, который нанимается на палец. Сейчас, да. Сейчас еще. В Apple Watch даже. Да, вот сейчас это все, безусловно, все это есть, все это реализовано, да. Но это было давно еще сделано японцами. То есть зачем использовать очень большие громоздкие, да, материалов много, но здесь-то нет столько много ресурсов. И надо использовать минимально. То есть при минимальных затратах сделать очень хорошее качество. Я бы сказал, даже отличное качество. Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda. Это, по моему мнению, они делают упор на масс-маркет. То есть они развивают модели от 660 кубов. Мы вчера были в Mitsubishi, то есть у них вот эти маленькие коробки в разных комплектациях, красивые. Они развивают гибридные технологии, электрокары. Ну, в общем, тенденции идут к каким-то более эффективным, энергонезатратным технологиям в автомобилях. А их конкуренты, Европа, Америка, автобренды, делают упор на визуал, на большие объемы двигателей, турбины, салон, кожа, кнопочки. Почему японцы все-таки уходят в более эффективность, в более масс-маркет развивают, чтобы там машинка была доступнее и красивая, даже недорогая. А их конкуренты мыслят по-другому и делают машины по-другому. С чем вы можете связать подобное? Наверное, опять же, обращусь к тому, что они более продуманы в мелочах. И, соответственно, потребитель тоже запросы очень высокий. То есть опускается потребитель для того, что ему было бы интересно, если бы была вот эта функция включена, еще вот эта, вот эта. То есть очень много небольших функций. Хотя, с одной стороны, если подумать, если бы даже этих функций не было, вполне возможно, гражданин европейской какой-нибудь страны, или даже Россия, он сказал бы, ого, вообще замечательный автомобиль. Для него это было бы прекрасно. А японцу нет, надо, чтобы было что-то еще. Клиенты вашей компании, то есть вы, как партнеры наши, и я сам пользователь японского автомобиля. Я понимаю, что это нужно. Да, без этого можно, когда это появляется, понимать, как это удобно. Это функционально. Это ваше время не затрачивается на что-то другое. Те же самые сдвижные двери, которые там электрические, нажал на кнопочку, она открывается, закрывается. А тут надо открыть самому, потерять время и так далее. То есть здесь делается минимально все, минимум затрат. И то, что, наверное, и большой потребительский спрос. Когда вы говорите, что очень много линеек всевозможных, и люди, потому что им интересны разные машины. Совершенно разные машины, совершенно разный сегмент. Есть те, которые есть, компании, которые пользуются непосредственно. У них на балансе есть свои какие-то автомобили небольшие, которыми они пользуются по городу. Пусть это будет агентство недвижимости, автомобили обязательно есть в наличии. Всевозможные интернет-провайдеры, автомобили есть в наличии. Небольшие автомобили, вот коробкой, как вы говорите, они очень удобны. Используются компаниями, которые занимаются установкой, предположим, тех же самых кондиционеров. Или чисткой кондиционеров. То есть у них все уже там есть. Все сделано. А представьте, этот багажник неудобный, когда открывается и так далее. А тут все открывается, все четко и все перед вами. Чтобы небольшие машины, не так много места занимает парковочного. Не такие большие затраты на топливо. Более того, энергосбережение идет. И, наверное, даже вкупе со всем все-таки пытаются защитить природу. Какие-то экологические классы. Да, конечно. Это же все-таки экологические решения. Все-таки Киотский протокол там во избежание парникового эффекта. А тут вот если посмотреть, даже очень много документальных фильмов свидетельствуют о том, что мы просто теряем нашу планету. Они пытаются сделать, чтобы все сохранить. Да, находясь в Токии, вообще в мегаполисах азиатских и даже в Нью-Йорке, в Америке, я не чувствую выхлопа. То есть вот здесь ты идешь мимо пробки, и ты не чувствуешь выхлопа. Даже автобус отъезжает, и ты не чувствуешь запаха дизеля. Здесь прям, ну, чувствуется, идет тренд. Но она, чистота воздуха есть, чистота воды здесь. И здесь можно в Токио спокойно пить воду из-под скрана. Ахмад, есть мнение, на Ютубе очень часто пишут и вообще на каких-то форумах, люди говорят то, что японцы все-таки пошли дорогой других автобрендов. Наверное, упоминаются в виду европейские, германские бренды, которые делают свои машины с учетом, чтобы они пробежали в районе 100 тысяч, а потом у тебя приходит конец мотору, коробке, еще каким-то дорогим элементам. И проще это не чинить, а проще заказать новый автомобиль, либо его как-то сдать под трейд ину и получить все равно новый автомобиль. Живя в Японии, используя японские автомобили, вы можете согласиться с этим мнением? Либо наоборот, вы скажете то, что здесь до сих пор делают двигатели, как какие-то легенды РБ, GZ, 1G, старые моторы, которые в России называют миллионниками. Можно ли сказать, что японцы делают одноразовые машины? То, что японцы делают одноразовые машины, я так не могу сказать. Утверждать это очень сложно, потому что если в Японии что-то такое произойдет, это опять же заденет потребителя, и это будет скандал. Такие скандалы были, то есть якобы, что производители автомобилей вступили в сговор, чтобы не использовать качественные материалы. Получается, там днище кузова начинает ржаветь очень быстро. И так далее. Безусловно, сразу общество, которое здесь может спокойно высказывать свои мысли и проговаривать их, оно сразу может возмущаться. Очень много неприятных ситуаций может произойти для любого автопроизводителя. И чтобы этого избежать, они все будут делать качественную продукцию. Что касается европейских моделей, исходя из вашего вопроса, насколько я понял, которые здесь продаются в Японии, они интересны японцам, да. Но они больше, наверное, идут как автомобили престижа. То есть это престижный автомобиль, это престижная марка. Но опять же, этой престижной маркой не будет очень много на ней ездить. Обычно на ней так просто много не ездят. То есть даже продаются автомобили, то есть может быть максимум, ну 40, 50, 60 тысяч километров. Они готовы продавать? Я помню еще бытности в России было такое, что на многие европейские марки было, если машина проехала 40 тысяч километров, там уже коробку надо менять. Здесь, не скажу, что такое правило есть, но негласно это уже принимается. То есть никто не хочет, чтобы были какие-то затраты на автомобиль в дальнейшем, чтобы его что-то ремонтировать, потому что это очень дорого. Запчасти дорогие на европейские автомобили. Будучи в 2009, 2009, 2010 год я посещал Приморский край, Хабаровский край. Я был на одной из стоянок, где продавались автомобили, на которой были аукционные листы. И что самое интересное, я просто обнаружил то, что аукционные листы были подделаны. Там были настоящие иероглифы, либо это кто-то... Это кто-то что-то подписал, подрисовал и так далее. Японскими? Ну, это прям слова японские, либо это просто кто-то коверк? Потому что же ставят люди, прежде всего обращают на оценку автомобиля, на аукционную оценку. То есть это автомобиль, оценка 4ББ. А просмотрев за свою, наверное, карьеру в автобизнесе, у меня сотнями тысяч, наверное, исчисляются эти аукционные листы. Я уже примерно знаю, как будут писать японцы. И становится ясным, что определенно заполнял человек непрофессионал, который проверяет обычно состояние автомобиля на аукционе. Ну, нет такого. То есть это даже видно бывает, как заполнен аукционный лист. Более того, если автомобиль приобретен на аукционе, в котором, в принципе, нет аукционной оценки. Это тендерные аукционы, предположим, некоторые, где оценка не ставится. А там стояла оценка. Ну, потому что все смотрят на оценку. Пробег в Японии, опять же, если пробег скручен в аукционном листе, это обязательно будет указано. Можно ли сказать, связать точнее, почему автомобили бегают долго, у них большие пробеги, и у них нету каких-то ломающихся коробок, с тем, как японцы обслуживают автомобили. И отличается ли это обслуживание японское внутри Японии с обслуживанием, допустим, вот в России, в каких-либо других странах. Вы общаетесь с покупателями из других стран, жалуются, ну, что-то, может быть, рассказывают, как у них обслуживают автомобили. Потому что в России все стремятся обслуживаться дешево, там, поддельные какие-то масла, плохой ГСМ, вот, и введу там 100 тысяч в России пробег, и 100 тысяч в Японии, это две разные вещи. Можно ли связать с обслуживанием автомобиля, японец его обслуживает, как он меняет масло, как ремонтирует автомобиль, можно ли связать большие пробеги с хорошим обслуживанием в Японии? Безусловно. Это связано, прежде всего, с тем, что, когда вы приходите в любое СТО, которое здесь есть, они, прежде всего, делают имя, опять же, на сервисе, на правильном обслуживании самих клиентов. Обычный автолюбитель, которому я, наверное, себя могу отнести, ну, я же не задумываюсь над том, какое масло мне заливают. Я уверен, что мне зальют именно то масло, которое нужно. И единственный случай, который бывает, когда мне приходят, мне на выбор предлагают, вот есть такие же, то есть все они одной и той же функцией выполняют, эти масла. Скажем, у меня гибридный автомобиль, предназначен для гибридного мотора, есть разные марки, какой бы вы хотели. Пожалуйста, ну, залейте любую, какую там можно. Там по цене, что по отношению к цене и качеству. А в остальном все проверяется, все говорится, и уведомление приходит такое, что, например, масло поменяли, в следующий раз вам нужно будет масло поменять, например, через 5000 километров. Приходит либо открытка по почте приходит, что подходит срок того, что нужно приехать в СТО отметиться, либо приходит сообщение на телефон, смс-кой, что тоже в любое время можете нам позвонить, зарезервировать время, приехать и проверить. Кстати, хорошая идея для российских сервисов. Да. То есть, брать телефон и смс-кой. Да-да-да, и здесь вы точно знаете, что никто вам никакой подделкой не подсунет. И никакие там поддельные запчасти... Во-первых, ни у вас никто ничего не снимет, это раз. Никто вам какие-то другие поддельные запчасти не установит, это два. И там не будет, никто такого не скажет, что там мы вам накачали шины воздухом с клубничным вкусом, например. Это уж юмор, конечно, но тот, что имеет место быть. В России, скажем, здесь такого нет, здесь очень серьезно ко всему относятся. Потому что все это чревато будет большими проблемами для любой компании. Потому что каждый, кто занял свою нишу в СТО, пусть это будет любой дилер Тойоты, любой, скажем, независимый СТО, который есть, они все хотят, чтобы к ним приходили клиенты. Прежде чем техосмотр пройти, я приехал в СТО, мне посмотрели машину, и прежде чем что-либо сделать, они сначала меня пригласили, сказали, мы будем делать вот это, вот это, вот это, по порядку. И вот этот порядок, я при СТО просто рядом с СТО находится большой торгово-раздвигательный комплекс, тем временем я там пошел кофе где-то пить или что-то прогуляться, и мне дают небольшой телефончик, и мне звонят туда. Мы закончили вот этот пункт. Потом проходит еще время, мы закончили вот это, мы закончили вот это. И спустя другое время, мы все закончили, можете приходить забирать автомобиль. То есть каждый этап поэтапно меня уведомляют, что они сделали это. Вы, наверное, будучи здесь, даже обратили внимание, вы когда что-то покупаете, на кассе, когда вам выбивают чек, вам говорят, вы, вот все, что вы купили, называют каждую отдельно, там, книжка, там, 100 йен, там, сигареты 200 йен, там, это то-то, 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 общая сумма такая-то. Все, то есть вы точно знаете, за что вы платите, вы точно знаете, что вам посчитали. Здесь тоже самое, сама услуга выполнена, и вы точно знаете, что вам делали, что проверяли. Хороший подход. Ахмат, можете сказать, как люди покупают и продают свои автомобили вообще в Японии? Вообще в Японии. В БУ, новые, как вообще рынок, из чего состоит, из каких сегментов? То есть есть абсолютно новые автомобили, безусловно, то есть можно прийти в любой дилерский центр, это будет Toyota, у которых несколько дилеров, Toyota Corolla, Toyo Pet, Nets, например, у Nissan тоже самое есть свои дилеры, у Mazda и так далее. Можно прийти туда, посмотреть автомобиль, ознакомиться с опциями. У каждого дилера есть свой набор опций. Вы согласны этому набору выбирать автомобиль, который вы хотите, оплачивайте, там полтора, там месяца полтора, новый автомобиль будет готов, и он будет готов полностью под ключ. То есть человеку не нужно думать уже о том, что там с парковочным местом будет ли вопрос. Не надо думать о том, что будет ли вопрос там со страховкой и так далее. Все под ключ сделано, человеку нигде бегать, ничего оформлять не нужно. После того, он попользовался автомобилем и хочет его продать, он может в тот же самый центр обратиться. Они могут ему этот автомобиль в системе трейдин. Может, если он хочет, он может его продать на аукционе, если у него есть связи определенные с компанией, которая является членом аукционной системы. Либо же он просто может выставить его через тот же самый аукцион Yahoo. либо же можно продать любым перекупщикам. То есть даже можно любое объявление повесить в интернете, и получается, к вам сразу буквально на следующий день начинает уже звонить и предлагать свою цену. А подавляющее большинство бывших в употреблении автомобилей все-таки как продается? Через перекупщиков по трейдину и потом эти салоны перевыставляют в своих же залах эти автомобили, ну, подготовленные? Либо это аукционная система, либо может быть еще где-то? Для аукционной системы прежде всего интерес какой? Большинство автомобилей, покупаемых на аукционах, они идут на экспорт. То есть в этом бизнесе очень много компаний, которые занимаются экспортом, а не члены аукционных систем, они приобретают автомобили, чтобы их на экспорт отправлять, а не для внутреннего пользования. Единственное, могут быть интересны только те машины, у которых еще не истек действие, срок действия техосмотра эти машины. А если кто-то местный житель, он может спокойно в любой салон, который предлагает вторичные автомобили, вторичный рынок, он может туда обратиться, ему продадут автомобиль в хорошем состоянии, в постпродажном обслуживании, со всеми гарантиями. И также все документы будут под ключ. Но если говорить обо мне, то я, конечно, предпочел для себя приобрести автомобиль через аукцион, потому что всю бумажную работу я делаю сам. В основном все компании, которые продают вторичный автомобиль, под ключ, они очень много зарабатывают именно на оформлении документов и на постпродажном обслуживании. Аукционы Японии. Ахмат, можете рассказать немного истории, когда зародились, на основе чего, сколько объема продаж, какие аукционные дома сейчас функционируют на территории Японии, сколько примерно точек разбросанных по всей территории Японии? Если говорить о самой аукционной системе вообще в Японии, то это порядка 60-х годов она начала формироваться. Но это больше по внутреннему рынку было уже. Но что касается тех аукционов, которые, или компаний, которые заинтересованы были в приобретении японских автомобилей с аукционов, чтобы отправлять их на экспорт, это, конечно, может быть, 30-35 лет тому назад это было. Все это началось, но начиналось оно с того, что люди, которые иностранцы, приезжая сюда, видя, какие здесь автомобили, они хотели покупать, и не было той необходимой аукционной системы, где бы они могли купить. И получалось даже так, что просто они смотрят, про какой-то стоянки проходят, видят машина, им понравилось, они просто наклейку делали на нее, оставляли свои контакты, телефон, и предлагали этот автомобиль выкупить. Сейчас у каждого аукционного дома есть своя система оценки автомобилей. К сожалению, с моей точки зрения, она не унифицированная среди аукционов, потому что у каждого аукциона своя оценка есть. То есть автомобиль в одном месте может быть 3,5 оценка, где-то может быть 4. То есть вот это и есть. Что касается количества, наверное, точек, если говорить по точкам, то это порядка 150 точек по всей Японии. То есть это я не говорю про аукционные системы, я говорю о точках аукционных. которые разбросаны по всей Японии. Ахмат, скажите, какой примерно сейчас оборот автомобилей идет в день, в неделю, в месяц? Есть какие-то данные? Сколько на данный момент продается, покупается автомобиль? Зависит, наверное, от дня недели, но если в среднем разбить, то, наверное, на один день может прийти порядка 40 тысяч, плюс-минус 5 тысяч автомобилей. То есть представляете, в день сколько автомобилей? По всей территории Японии. По всей территории Японии. Но, конечно же, не факт, что все они продаются, но все равно покупатели есть. Люди в России, ввиду того, что у нас все равно дикий рынок, и люди предпочитают сами смотреть на автомобиль и какие-либо дистанционные покупки, они еще очень сырые у нас, и люди, допустим, с Москвы, с других регионов, они заказывают проверку автомобилей в Приморье, в общем, каким-либо кустарным образом для них смотрят эти автомобили, специалисты, без всяких, просто человек разбирается в авто и, ну, отправляют им в Москву. Пока это маленькое зарождение дистанционной инспекции. Можно ли слепо доверять проверке специалистов аукционного дома? Вот именно технической отметкам, которые в аукционном листе, все подписи, следы ремонта, коррозия, какие-то еще прочие, по салону, прожоги и прочее. Можно ли слепо смотреть на аукционный лист и делать вывод, стоит ли покупать мне эту машину, либо не стоит? Если говорить вообще о клиентах из России, то все-таки российские клиенты еще более сознательные. Если взять, скажем, там, бывший Советский Союз. Потому что есть те, которые, те страны, те республики СНГ, в которых они пока машину на вкус не попробуют, сами не потрогают ее, они ее никогда не купят. А, например? Это Азербайджан. Например, Азербайджан. То есть, этим ребятам надо приехать, машину потрогать, посмотреть. Я не говорю, что все такие. Ну, то есть, в большей степени это было так. То есть, когда была работа, с этим сталкивались. Если говорить о России, Приморский край в этом вообще смысле исключение. Вы все покупаете, все дистанционно покупаются. То же самое Хабаровский край, вообще, то, что идет в восточной части. Все, что находится до Уральских гор. Если говорить об оценке, то, конечно, мы с вами тоже посетили аукционы и вы видели и в прошлые разы, и в прошлые ваши приезды. Это был USS Tokyo, в этот раз бы это была Райо-Яма. Можно утверждать, что они заслуживают доверия, потому что все то, что прописано в аукционном листе, оно соответствует осмотру. То есть, можно увидеть и царапины, и указанные вмятины, и наличие ржавчины, коррозии, есть ли дырки от коррозии в салоне, есть ли неприятный запах от сигарет. Либо же, если машина вообще не курили, то уже отметка ставится. Это вообще там non-smoking car, что называется. Либо есть какие-то потертости на руле небольшие, пожалуйста, есть царапины на лобовом стекле, есть скол, все это указывается. То есть, это достаточно, то есть, у японцев это как чек-лист у пилотов. Вот у него по списку идет, что он в первую очередь проверяет. Надо проверить стекла, проверяются все стекла, проверяются зеркала, проверяются колеса, проверяется кузов. Все точки проверяются. То есть, один за другим. Что касается двигателя, проверяется, как он заводится, есть ли белый дым, черный дым, есть ли шум двигателя, какой-то стук, какой-то еще какие-нибудь звуки есть или нет. Переключение коробки передач, То есть, когда мы рычаг двигаем, если какой-то проскальзывает или нет этот рычаг. Это с вариаторами такое бывает. То есть, на все обращается внимание. Покраска какая она, лак есть или нет. Либо она уже там выцветать начинает. Разводами идет, как бывает, скажем, на Хондах. На совсем старых Хондах. Это только, это такие вот некоторые примеры. То есть, это можно доверять безусловно. Но, опять же, как гласит старая сицилийская пословица, доверять хорошо, не доверять еще лучше. Конечно, клиент, любой клиент, который хочет посмотреть более подробно, то можно всегда заказать дополнительную инспекцию аукциона. Да, безусловно, она будет несколько там, стоит каких-то денег. Но если человек действительно покупает автомобиль для себя и выбирает себе, и подходит к этому так же, а может быть, даже куда более усерднее, чем выбор спутника жизни. Потому что автомобиль-то всегда под рукой. Всегда же хочется куда-то поехать, чтобы он всегда был готов и никогда не подводил. Самым лучшим другом или подружкой был для кого-то. Поэтому всегда все это возможно. И инспектор придет к автомобилю, он будет звонить и говорит, я вот это вот это проверил, что вам еще интересно проверить. На больших аукционах даже можно заказать дополнительные фотографии. Если говорят вам, что такого нет, я вам скажу, что это есть. Сколько автомобилей вы продали? Продали имеется в виду обработали. То есть прошло через ваше внимание. Может быть, где-то вы прям не делали продажу, но документы получали, обрабатывали, делали букинг на судно. В общем, сколько через вас куплено, пройдено вообще автомобилей? Вот за все эти годы работы, то есть с учетом всех тех взлетов и падений, там скачков курсов, новых правил и так далее, которые вводились, потому что иногда были где-то больше продавалось какой-то промежуток, где-то меньше продавалось. Иена усиливалась. Где-то иена усиливалась, да, где-то доллар сильнее становился. Наверное, все-таки, я думаю, это порядка 10-12 тысяч машин вживую, которые прошли через меня. А обработанных аукционных листов, это, наверное, порядка, не знаю, может быть, до 100 тысяч. Это может быть, да, раз в 10, может быть, даже больше, потому что это очень большое количество информации. Ахмат, и следующий вопрос тогда. Сколько на вашей практике насчитывается фейлов у аукциона? Какие-то супер глобальные ошибки в вашей практике, либо, может быть, была какая-то резонансная ошибка вообще, о которой было известно всей территории Японии? Я не знаю, может быть, продали Rolls-Royce без двигателя? На моей памяти два случая были таких, что был куплен Mercedes, он был перекрашен, как оказалось. Был такой, что автомобиль продавался как есть, не на ходу битый, он был без коробки передач. Он продавался тоже, как есть. И, наверное, я вот еще могу... Ну, у него было три звезды. Да, 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 три звезды. И был сделан муляж, фотка салона, торчит селектор, кожух стоит, а коробки по факту нет. Но три звезды. А три звезды это нет перевода. Покупаешь по фотографии. Нет перевода, нет ничего. И на такие автомобили аукцион обычно не делает дополнительной инспекции. То есть вы покупаете автомобиль как есть. Рекламации не принимаются. Никакие. То есть получается, аукцион устанавливает промежуток. То есть мы купили сегодня машину, оплатили ее. И там получается, есть последняя дата вывоза у этого автомобиля. Крайний срок, там, в течение пяти дней должен быть вывезен или трех дней. И если он не вывезен в этот срок, то есть в этот промежуток мы не попадаем. И у нас есть, мы хотим что-то сказать там, претензию, то она уже будет не принята. Наверное, еще вот, а у самого у меня, наверное, таких случаев, это, наверное, по пальцам можно пересчитать. Это, наверное, порядка три случая было таких, которые мне самому были неприятно вспоминать. Дальше было такое, что был куплен автомобиль Honda, и в аукционном листе ничего не было указано, что что-то есть, какой-то недостаток. Оказалось, что при переключении передачи задней было немножко торможение. Но клиент сказал, мол, ничего страшного. Но у меня в этот момент просто я не прислушался к своему внутреннему голосу, который сказал, надо проверить машину, а лучше вообще снять ее. Как оказалось, по прибытии машины коробка передачи вообще оказалась неисправна. Вот это самый такой большой момент был для меня. Когда я покупал автомобили для клиентов из Америки, эти покупались Nissan GTR, 32-е, именно полностью заводской сборки, и покупали мы автомобили и на аукционах, и ездили просто здесь к дилерам. Просто он просил даже записывать видео, как звучит двигатель на разных оборотах. При переключении скоростей, как себя ведет двигатель. И когда мы вот это все делали, отправляли, мы говорили, да, это все в порядке, я это покупаю. Вчера мы купили Мерседеса S600 за 1,5 миллиона йен, это 15 тысяч долларов, 98-й год. Мы предлагали клиенту сделать дополнительную инспекцию перед торгами. Он отказался, сказал то, что он полностью доверяет аукциону. И отказался от инспекции, когда мы ее предлагали за 10 тысяч йен сделать полтора миллиона йен и сделать до посмотра за 10 тысяч йен. Клиент отказался. Ну, смело человек вызывает уважение. Вот, но я думаю, Мерседесы с пробегами до 100, 140-вы, я думаю, будет без проблем. Каких-либо по фото, по описаниям видно, что очень много строчечек, бонусы автомобиля расписаны, минусы. Я думаю, какие-то такие дорогие машины, которые старые и дорогие, я встречаю то, что очень много описаний. Можете подтвердить, Ахмат, такое? Чаще всего такое и есть, потому что, опять же, покупают те же самые GTR, Nissan GTR, которые есть. То есть, прочитываются полностью все, все плюсы, потому что клиент интересует плюсы. Я думаю, продавца тоже интересует, чтобы указали все плюсы. Да, 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 чтобы все плюсы, максимально указать все плюсы. И чтобы это было прописано очень аккуратно и все, чтобы это было читаемо. Потому что зачастую бывает такое, что от руки написан на текст очень трудно читать. На некоторых аукционах или заполнены отдельными какими-то инспекторами. Ну и, конечно же, все минусы. Ахмат, скажите, а в аукционной системе, вот такая, какая она сейчас представлена в Японии, есть ли у вас какие-то замечания к ней? Какие-то, может быть, моменты в ее работе вам немного не нравятся и вы бы доделали? Либо вы считаете, что это как швейцарские часы и японские часы. Все работает, вот, отточено. Я все-таки считаю, что нет предела совершенства, это раз. И в любом случае, в какой-то мере было бы хорошо, если бы эта система была унифицирована между среди аукционов. Если бы они придерживались оценок независимого института, который как раз занимается инспекцией автомобилей, тогда это было бы очень хорошо. Сама работа как поставлена, сам сервис, потому что прежде всего здесь речь идет о том, насколько удовлетворены члены аукционных систем, которые в большинстве своем являются компанией, которыми руководят иностранцы. Для любого иностранца, любая тут система, которая есть, это практически космос. Именно уровень сервиса, вот эта оценка. Да, уровень сервиса, да, 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 вот это все то, что есть. Они как бы пытаются свое привнести. А здесь, если сделать еще правило, есть, конечно же, ужесточить правило, как все это правильно должно быть. Потому что, например, у того же самого USS очень строгие, во-первых, запросы идут такие, если кто-то выставляет машину на самом аукционе на продажу и не заявляет о том, что пробег был скручен у автомобиля, компания, выставившая это, она получает предупреждение. Она получает первое предупреждение, второе предупреждение, третье предупреждение, и после этого ее работу блокируют на месяц. Если происходит еще что-то такое, на три месяца, потом полгода, потом год, а потом идет пожизненная дисквалификация. Ахмад, можете буквально выделить пять стран, лидеров, которые покупают и ввозят на свою территорию автомобили из Японии с правым рулем? Так, ну это, безусловно, будут Арабские, Объединенные Арабские Эмираты. Это Новая Зеландия, это Россия, которая благодаря пока что и соотношению к курсу доллара, и под... Курс доллар, да, курс доллара, это пока еще нормально существующим правилам ввоза, которые в ГЛОНАСС пока несколько его оттянули, и мне бы очень хотелось, чтобы все-таки сделали послабление в сторону того, чтобы людям было интересно покупать. то есть они, в принципе, интересно покупать. Они хотят же покупать из России, чтобы все это было. Далее, наверное, страны Африки. Страны Африки, Австралии, Карибского региона. Я сейчас вам вот точно не могу назвать, именно назвать эти страны, но то, что Карибские регионы, Африка, они тоже в лидерах. Можно ли назвать аукционы Японии наиболее существующие в мире идеальные по продаже и покупке БУ автомобилей? Если сравнить все те аукционы, которые в мире существуют, и сравнить то с японской системой, по сравнению со всеми ними, Япония ушла далеко вперед в этом. То есть она очень и очень идеальная система именно с этой точки зрения. Вот то есть относительно всех других систем, которые существуют в Европе, в Америке, она, безусловно, ушла далеко вперед. Я думаю, если Япония еще введет, возможно, это будет вообще не в самое ближайшее время, это как в Америке по ВИН-коду, можно посмотреть список владельцев, ТО, какие аварии, страховые случаи. И если по номеру кузова в Японии можно будет посмотреть, просто забиваешь на какой-либо сайт, который объединяет все вот эти вот системы. Я думаю, наверное, продажи бы еще были выше. Здесь, наверное, если говорить о системе, о такой системе, вполне возможно, какие-то такие закрытые системы есть уже, которые позволяют оценить автомобиль, были ли какие-то страховые случаи по нему именно. То есть страховой случай, это подразумевает, что были какие-то аварии. Но что касается, кто был владельцем или количества владельцев, это уже вопрос, наверное, затрагивает, вопрос конфиденциальности. Это вопрос личных данных, которые японцы относятся очень трепетно. Рахмат, знаете, тоже вот эти все системы, которые регистрируют ТО, страховые случаи, это тоже не панацея, потому что был 2013 год. Мы в Америке для клиента покупали LX 570. И мы выбрали, cars.com сайт, мы выбрали одного из самых бюджетных вариантов. По комплектации все клиенту подходило, все окей. Мы его купили. Он был чистый по Carfax, никаких страховых случаев, ДТП, все окей. Единственное, меня на фотографии чуть-чуть смущал зазор на капоте почему-то был. Ну, ладно, вроде не было ДТП, может быть, не знаю, как-то замок там плохо закрывается. Он приходит в порт, его грузят, там же тоже ничего не проверяют, машина едет, все окей. Он приходит в порт, его отправляют, авто приезжает в Владивосток, машина топленная. И топленная она по сиденьям. То есть вся электрика, которая до сиденья и все, что ниже, ничего не работало. То есть даже сиденье не двигалось. По непонятным причинам машину утопили, но не обратились в страховую. Когда у них все машины должны быть застрахованы. Нету, соответственно, записи в Carfax. И по итогу у нас топлен эликсарь и его восстановление. В общем, это была машина для одного человека в погонах. И нам надо было решать вопрос, потому что... Значит, человек в погонах решил бы ваш вопрос, я так полагаю. Да, и это стоило по тем временам полмиллиона. То есть его восстановление. А полмиллиона в 2013 году это другие деньги, чем в 2019 году. Вот, поэтому на самом деле не панаце. А вот если бы этот Лексус продавался бы на аукционах Японии, то там наклеили бы желтые полоски, топленный... Ну, в общем, не получилось бы это скрыть. Да и никто бы не стал бы скрывать, потому что когда... То есть столько... Если есть запах и так далее, все это есть, это обычно сразу указывается, что машина топляк. Ахмад, еще такой вопрос, грустный я назову. Есть ли еще страны, которые ведут политику в отношении права руля, как в России? То есть как в 2018 году, 1 апреля, поднимают утилизационный сбор, поджимая литр-два объем. Ну, там, Prius можно было купить за 600 тысяч рублей 2010-2011 года. 1 апреля 2018 года эти же самые Prius уже стоят на 180 тысяч дороже. То есть и очень большой сегмент, 5-7 лет по проходимости отпало. Есть ли еще страны, которые ведут себя так же? Наверное, первый, кто это сделал, вообще запретил правую роль, это Казахстан. В 2008 году? Да, в 2008 году. Ну, на самом деле, я считаю, что это было несколько опрометчивое решение, на мой взгляд. Потому что это все-таки было лоббирование интересов каких-то автопроизводителей, прежде всего. И то, что, и получается, машины, которые были хорошие машины, стали недоступны просто нормальным людям, обычным людям. В 2009 году я был в Новороссийске, и просто обычный таксист сказал, я лучше возьму японский БУ. Он сам там в Новороссийске есть, в Новороссийске на японских машинах ездил, и весь Краснодарский край. Они еще везут с Армении, сейчас там с Грузии. Вот это все есть. То есть люди хотят ездить на хороших машинах, зачем же их лишать этой возможности, да, и лишать того, чтобы действительно ощутить что-то такое, какой-то комфорт. Не сказать, вот мы делаем машины, ездите на них, но это не решение. Сделайте такое же качество. Я думаю, если бы не заградительные пошлины, вот этот, как бы вообще курс на то, что якобы это неправильный руль для нашей страны. Но, как бы да, есть там вопросы по удобству на обгонах, но не критично. Весь Дальний Восток ездит и... Вот, пожалуйста, вы говорите о том, что руль, да, о руле речь зашла. Пожалуйста, европейские автомобили здесь есть, вы их также видели. Это те, которые больше, наверное, не в большей, не массовом, которые исполнения идут, а некоторые ограниченным тиражом выпущенные автомобили, они идут с левым рулем, как есть. И, пожалуйста, на них здесь можно ездить. То есть здесь главенство правого руля, но левый руль тоже есть. Люди пользуются, ездят. Причем можно завести без пошлины. Без вопросов, пожалуйста. И эти машины продаются. В 2018 году самая продаваемая машина в России – Lada Vesta. Если бы не пошлина, я думаю, не то, что Lada Vesta, автоваза не было бы в природе. Я в этом уверен. Ахман, скажите, вам нравится, как японцы работают? И в вашей компании, и так как вы все-таки в очень широкой теме, это автомобили, их покупка, отправка. То есть вы касаетесь логистических компаний, транспортных внутри Японии, судовые компании, ярды. Вам нравится работать с японцами? Ну, если говорить о японцах, то, наверное, в самой работе, именно в самой работе, конкретно если говорить о работе, о культуре труда, то она очень высокого уровня здесь. И с тем щепетильным, тот щепетильный подход, который есть у японцев к выполнению, к поставленным задачам, как они выполняют все, как все моменты проговариваются, насколько мы друг друга понимаем, чтобы не было никаких сложностей перевода. Когда мы говорим А, это значит А, а не буква С, что называется. И опять же, любые моменты, прежде чем что-либо сделать, они идут как момент подтверждения, переподтверждения, чтобы избежать любой ошибки и любой неопределенности. Не все японцы это любят, но в работе, получается, важен не только результат, а то, как он достигается. И вот, если поставлен алгоритм работы, и все вот это, по всему алгоритму все правильно выполняется, и достигается этот результат, тогда очень хорошо. Любой, чем занимаются японцы, они вкладываются в это дело. Открывает кто-то там велосипедную мастерскую, он любит эту работу. Ахмад, спасибо, что ответили на вопросы, поговорили про Японию, ответили на вопросы, которые все-таки мне в виду, хоть я приезжаю сюда туристом, пытаюсь все как бы узнать, я там много изучаю Японию, но все-таки в ваших рассказах очень много было полезного. И я думаю, люди, которые где-то сомневались, где-то, может быть, недооценивали автомобиль с правым рулем, я думаю, они с новым взором посмотрят на них, посмотрят на аукционную систему. И я думаю, они себе подберут идеальный автомобиль от какого-то Кейкара 660 объема до каких-то Альфардов, которые стоят сейчас по 3 миллиона рублей с правым рулем. Спасибо, что ответили. Надеюсь, еще будут у нас с вами такие посиделочки с разговорами про этот бизнес и не только. Спасибо. Да, пожалуйста, потому что я тоже думаю, что то время, которое мы провели в Неме, это недостаточно, чтобы рассказать о Японии. Наверное, для каждого, и хочу добавить, что для каждого Япония она своя. Для меня она очень хорошая. Большое спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сфера Кар»